Ну что, мы продолжаем всю жизнь, мы ищем свой парфюм или своего человека. Но и человека мы ищем тоже по запаху. Но далеко не всегда находим тот, который усиливает наш индивидуальный аромат, а не искажает его. Для того, чтобы с точностью определить, насколько вам подходит та или иная парфюмерия, и не потеряться среди бесчисленных звучаний и ароматов, важно знать особенности своего ромакода. Итак, рассказываем, как правильного раскрыть, чтобы духи идеально подошли вашему образу и внутреннему состоянию. Мы уже давно знаем о том, что парфюм – это неотъемлемая часть каждого из нас, это наш посыл в мир. Поэтому очень важный аксессуар, который подчеркивает нашу индивидуальность, природную красоту, наши особенности отличные от всех других. Для того, чтобы правильно подобрать парфюм, чтобы он служил вашим идеальным продолжением, вашего внутреннего «я», мы с вами должны знать одну очень важную вещь. У каждого человека существует свой аромакод. Что же такое аромакод? Мы с вами все знаем о том, что кожа имеет свой аромат, отличный от других ароматов, которые представлены в окружающем мире, и он отличен у каждого человека, этот аромат свой. Аромат, как любой запах, раскладывается на составляющие его ноты, состоит из определенных ингредиентов. Да, для того, чтобы определить аромакод, нужно обладать некоторыми альфакторными навыками, но нам с вами никто не запрещает познавать себя. Если определить аромакод грамотно, вы сможете легко подобрать парфюм, который подчеркнет естественный аромат кожи и станет вашим органичным продолжением. Существует несколько правил, которые помогут раскрыть индивидуальный аромат. В первую очередь освободите кожу от посторонних запахов, приняв душ со средством без отдушек. Расслабьтесь и начните эксперимент. Существует определенная локация для определения аромакода у каждого человека. Это зона предплечья, то есть мы с вами смотрим и пробуем аромат кожи от запястья до локтевого сгиба. Для того, чтобы не ошибиться и правильно определить свой аромакод, мы с вами прислушиваемся к звучанию кожи и составьте описание того, чего вы чувствуете. Простыми словами, используя различные ассоциации. То есть либо вы почувствуете тепло, либо это будет холод, либо вы почувствуете горечь или наоборот сладкие ноты. Возможно, у вас проявится запах каких-то специй или пудры. Если эти ингредиенты, которые вы выявили в своем аромакоде, наложить на парфюм, который мы хотим для себя приобрести, и они совпадут, то это идеальное сочетание для того, чтобы этот парфюм стоял на вашем парфюмерном столике и входил в ваш парфюмерный гардероб. Для того, чтобы правильно уже подбирать парфюм, нанесите капельку парфюма на запястье. Не растирайте его, не нагревайте его, дайте ему спокойно испариться и раскрыться. И послушайте аромат, который исходит от вашей кожи в этот момент. Аромат парфюма не должен поглощать ваш натуральный аромакод. Он должен его раскрывать и делать его ярче. Он должен зазвучать более гармонично и более многогранно. Этот этап эксперимента лучше всего проводить вместе с подругой, чтобы сравнить, насколько по-разному раскрывается один и тот же аромат на разных людях. Например, на вашей коже он может сластить, а у подруги горчить. А может и вовсе поглощать отдельные ноты аромакода или его целиком. Попробуйте проделать это с несколькими ароматами, и вы сможете выявить звучание основных нот аромакода. Знание аромакода позволит вам в парфюмерном бутике разговаривать с консультантом на одном языке. Соответственно, вы облегчите выбор парфюма и консультанту, и самому себе. Знание своего аромакода избавит нас от ошибок, от множества тестов, которые не приводят, скажем, к какому-то результату, на который мы рассчитывали. Это сэкономит нам время, это сэкономит нам деньги. И у нас на парфюмерном столике будут стоять только те парфюмы, которые подчеркивают нашу индивидуальность и раскрывают природную красоту. То есть мы будем получать удовольствие от каждого флакона, который представлен в вашей коллекции. Есть еще один очень немаловажный факт, который, например, я очень ценю, потому что признание аромакода, есть возможность самому составить свой парфюмерный гардероб, который будет предназначен для определенного случая, под определенное настроение, будет отражать наше внутреннее я. Будет представлять нас этому миру, потому что парфюмерия, как мы говорили в самом начале, это посыл окружающему миру. Его должны правильно услышать и правильно понять. Иногда всего одна деталь способна преобразить вас. Например, новый парфюм, который деликатно подчеркнет индивидуальность, но при этом останется на втором плане, не перетягивая все внимание на себя. Такие ароматы станут вашими верными спутниками на пути к успеху и гармонии с собой. Мытье окон, зеркал и разных стеклянных поверхностей, наверное, пожалуй, одно из самых нелюбимых занятий для каждой хозяйки. Подобрать приборы, салфетки и хорошее средство не так просто. Часто остаются разводы, которые превращают мытье окон в бесконечный процесс. Сегодня мы хотим помочь вам избавиться от всех этих проблем. Выбирайте очиститель 3 в 1 Window Magic от Roos. Он позаботится о том, чтобы окна, зеркала, душевая кабина и плитка были идеально чистыми, блестящими и без разводов. Уникальная комбинация всасывания, распыления и протирания скребком способна сделать любые стеклянные поверхности идеально чистыми и прозрачными. Результат работы Window Magic от Roos будет заметен достаточно долго, так что вы сможете смело забыть о ежедневном протирании стекол. Звоните по номеру телефона, который вы видите на своем экране, и очиститель Window Magic от Roos станет вашим всего лишь за 499 леев. Потерпите сделать заказ. Срок действия специальной цены ограничен. Но у нас ограничено время для того, чтобы рассказать и показать вам, как действует этот Magic аппарат. Да, я уже думаю, что пора прощаться с этими различными тряпками, с бумажными полотенцами. Ты не застал в то время, когда наши родители распылителями, газетами протирали все это дело. Я иногда до сих пор использую, ну газеты, к сожалению, не так много читаю, но вот бумажные полотенца, наверное, одно из самых частых средств, которые меня пользуются для того, чтобы хоть каким-то образом вытереть. Особенно с зеркалами большая проблема, потому что постоянно остаются разводы, и вот компания Roos решила в этом... Заняться этой проблемой вплотную. Да, они решили создать небольшое, компактное, очень легкое и при этом действенное устройство. И оно на ваших экранах, и стоит оно, кстати, тоже недорого. 499 леев, и вы получаете устройство три в одном. Во-первых, это разбрызгиватель, который разбрызгивает мыющее средство, допустим, либо просто обычную воду. Это, собственно говоря, пылесос, только мотор всасывает воду, которую вы разбрызгали, либо она находится на поверхности. Ну и третья функция, конечно же, это скребок. Он сделан из специального такого материала, который полностью эту воду собирает и направляет ее в сопло, который затем всасывает эту воду в специальный контейнер. Ну что, давайте покажем и расскажем, как это все действует. Для меня вообще мытье окон и ассоциируется, наверное, с детства с какой-то генеральной уборкой, когда всех заставляют работать, когда это все не в кайф. Хорошо, что мы движемся много со временем, и появляются новые приборы. Вот в данном случае компания Roos разработала этот Magic прибор. Кстати, по размеру он практически как обычное средство для мытья окон. Еще много места вверх не займет. Причем вот эта насадка, она снимается, да, ее можно снять и точно так же поставить на место. Все это легко делается. Для того, чтобы еще меньше места занимать, да, то есть как бы, соответственно, промывать, вымывать. Вытаскиваете. Допустим, ну ее особо часто снимать нет необходимости, ну вы просто захотите ее протереть. Вот, затем обратно ее устанавливаете и все. Давай покажем разницу между тем, как долго можно вымывать окна чистящим средством, да, в принципе, да, и какие разводы после этого остаются. Давай просто вот попробуем сделать то, что делают обычно. Эксперимент, да. То, что обычно делают какие-то, то есть как бы обычно мы делаем, да. И то, как можно использовать вот этот аппарат. Ну, то есть, понятное дело, что сначала мы протираем, если это касается дела, окон, не только зеркал. Сначала мы вымываем окно, моем просто его, да, в зависимости от того, насколько часто. Потом пользуемся чистящим средством, которое распыляет, но опять-таки все это падает, да. И мы вынуждены либо очень быстро протирать его, да, потом протирать еще каким-то вот бумажным полотенцем, либо салфеткой. И в любом случае что-то остается, пока ты насухо не вытерешь это стекло, либо окно, либо зеркало. Есть уже специально, я тоже видел в магазинах, специальные скребки, вот из такой же, вот, примерно в такой же форме, которые просто собирают эту воду, да. Да, но все равно она не всасывается дальше куда-то, она вниз скатывается, как и здесь. Посмотрите, я хочу обратить ваше внимание, после всего того, как мы это средство нанесли, то разбрызгивается оно и дальше. Да, на стол, везде. Мы должны и дальше все это как бы протирать для того, чтобы оно нигде не осталось, потому что это все-таки химия, будем говорить откровенно, да. И необходимо все это все равно выбирать и вымывать. В самом этом устройстве есть два резервуара. Первый резервуар, резервуар, они закрываются оба силиконом, специальными герметичными такими пробками. Сюда вы заливаете либо чистящее средство, либо воду, закрываете. Этот резервуар специально предназначен уже для грязной воды, допустим, либо если вот очень часто, сейчас придет время холодов, особенно в осенний, зимний период времени, если у вас не очень хорошее, не очень герметичное стеклопакеты, то остается конденсат. И вот эти капли начинают стекать по окну, вот, от этого начинает повышаться влажность в квартире, образовывается плесень, в общем, большой замкнутый круг и большая проблема, я знаю, для многих семей. Так вот, с помощью этого устройства вы можете весь этот конденсат с окон собирать, не мыть, а просто собирать. С помощью нажатия этой кнопочки, специального рычажка, вы просто распыляете данное средство по поверхности. Оно чем-то схоже с шваброй Ровус, если вы видели, мы тоже рассказывали. Мы показывали, рассказывали об этой швабре. Да, в принципе, производитель тот же, поэтому система похожа чем-то. Давай мы попробуем... Что касается конденсата, это очень здорово и удобно в ванной комнате, которая собирается после великолепии. Очень частая проблема, мне пора менять уже стеклопакетом, но пока я этим не занимаюсь, я думаю, что можно вот как раз использовать такое устройство. Работает она от пальчиков батареек, вот здесь у нас пальчиков батарейки, которые можно... Хватает надолго. Да, хватает довольно надолго. Вот, вы не включаете устройство, вот оно работает практически как пылесосик небольшой. Да, такой маленький пылесосик. Вот, но для начала давайте мы будем распылять... Посмотрите, во-первых, что осталось, какие разводы остались здесь, если это видно. Не знаю, если это будет видно на камере. Если нашим телезрителям будет видно, здесь конкретные разводы остались, да? То есть от тряпки, от чистящих средств, которые необходимо так же убирать, да? То есть вот сейчас посмотрим, как будет работать наш аппарат, магический от Ровус, да? Да, мне нравится, что оно распыляет, совсем так мелкое распыление, такое прямо дождик. Профессионально. Включаем устройство, начинаем собирать аппарат. Вяжу наше зеркало, чтобы... Здорово. Делаем это не быстро, само собой. Вот, таким вот образом оно собирает, и вот смотрите, насухо. Сейчас я сильнее нажал. Сразу насухо, и сразу очень ровно. Если пропустил. Пожалуй, мне нравится, как он работает. Можно еще здесь. Заметь, ту часть, которую помыла я, она явно отличается от той части, которую только что вымыл ты, потому что здесь, по мне, так эти разводы, на них уже рисовать можно. Да, посмотри, да? Все, готово. Ну. Да, в принципе, делать это необходимо медленно. Но, ну, не знаю, у нас мы такое вот распыление сделали не совсем, может быть, ровное, поэтому есть где-то, как видите, вот капель здесь потерял немножко. Не видно, я не вижу, наверное, видно, твое мержание. Площадь поверхности позволит вам спокойно это все вытереть, вычистить. Ну, а вся жидкость, которую я только что собрал, она сконцентрирована в другом резервуаре. Вы просто ее таким образом открываете и выливаете. Вот, поэтому очиститель окон 3 в 1 от компании Robus под названием Window Magic оснащен еще несколькими функциями, которые сразу же после первого использования убедят вас в том, что мытье стекол – легкое и даже приятное занятие. Для легкого и быстрого распределения моющих средств по поверхности стекла используйте функцию распыления. В Robus Window Magic есть также эффективный пылесос для всасывания лишней воды и грязи. Этот очиститель можно использовать и в качестве прочного и широкого скрипка, который совсем не оставляет разводов и капель. Звоните по номеру телефона, который вы видите на своих экранах, и Window Magic от Robus станет вашим скидкой 58%. Специальная цена для наших телезрителей сегодня – 499 леев. Набирайте номер телефона, и прямо сейчас вы узнаете все, как можно доставить это устройство вам домой, и как можно сделать уборку вашей в доме несложной, простой и увлекательной. Да, действительно, прям целое приключение превращается в генеральную уборку дома, и уже не так страшно даже от самого названия. Можно перенаправить эту задачу детям? Ой, ты что, они обожают мыть стекла и зеркала, особенно если их много. Ну, это я про девочек говорю, я не знаю, как мальчики относятся к таким уборкам. Мальчики, думаю, обожают их пачек. Ну, да, примерно так. А когда ты превращаешь процесс уборки в такую увлекательную игру, посмотри, какая большая разница. Можно распылить сначала, да? Да, можно просто распылить, можно просто как бы сразу вот забрать. То есть как бы все зависит от того. Очень нежное распыление, ты абсолютно прав. Ты очень быстро это делаешь, недоименнее. Я знаю, что я быстро это делаю, мне хочется попробовать разные режимы. Чем медленнее это делается, тем круче результат. Чем больше влаги собирается на устройстве, да? Да. Здорово. И чувствуется разница. Вот то, что вымыта тряпка, этот кусок остался. И вот то, что вымыта ровосы мэджик. Так, еще раз напоминаю, это устройство 3 в 1. Здесь есть скребок, есть специальный резервуар для мыющих средств и обычной воды. И есть специальный резервуар, где эта вода вся собирается. Поэтому вы можете даже собирать лишнюю воду, допустим, с плитки, с капель в ванной. Если у вас, не знаю, на стене образуется тоже конденсат после душа, то вы можете таким образом лишнюю влагу собирать с помощью данного устройства. Затем эта емкость легко можно послушать. Ну а касаемо батареек, ну я не знаю, в принципе, я думаю, что можно купить перезарядные различные батарейки, которые работают множество раз. И нет необходимости покупать новые. Хотя эти батарейки, которые мы уже используем неоднократно, мы тестили у нас в редакции, перебыли почти все окна. А у нас офис, у нас большое количество различных стеклянных помещений, практически стеклянный аквариум. Поэтому мы его испытали, работа это на замечательном взгляд. Ну а если вы хотите прямо взяться за самую сложную задачу и вымыть зеркала, то, в принципе, я думаю, что РОВА справится и с этим простым делом. Что необходимо сделать? Просто распылить средство вот таким вот образом. Включаем само устройство и медленно, не спеша, собираем всю лишнюю влагу с поверхности. Да, Денис, это вошел во вкус. Тебе это очень нравится, здорово подходитесь, как бы. Да. Кстати, можно это устройство использовать еще и горизонтально, не только вертикально, допустим, не сейчас вот с зеркалом. Да, 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 да. Допустим, если мы хотим брать влагу, допустим, закрытого, кофе, чая, обычной воды, точно таким же образом можно собрать эту жидкость с горизонтальной поверхности. Слушай, ну и рабочие столы можно таким образом мыть, понимаешь? Не какой-то тряпкой, которая оставляет разводы, да? То фактически не только зеркала и, соответственно, окна в доме, но и фактически рабочую поверхность, да? В таких вот офисах, с какой-то очень дорогой мебелью, это очень здорово. Намочил наш этот вот столик. Ну так, хорошо, существенно намочил. И теперь медленно точно так же я собираю всю личную влагу. В общем, он работает как моющий пылесос в свой род, такая же технология, конечно, но как моющий пылесос, это огромная махина, которую необходимо с собой таскать, постоянно чистить эти фильтры. Здесь все намного проще, никаких фильтров здесь нет, нет необходимости проводить какое-то обслуживание специальное данного устройства. Просто помыли, вытерли и все. Сполоснули, допустим, если где-то жидкость грязная была, я не знаю, может быть, кофе какой-то, просто необходимо потом эту емкость, конечно, сполоснуть. Скребок тоже снимается, его тоже можно промыть под проточной водой, и все, устройство готово к дальнейшему использованию. Устройство готово, а вы готовы не просто к генеральной уборке, а к уборке, которая превращается, как бы, знаешь, в элемент игры. И тем не менее, в доме чисто, и все абсолютно довольны, потому что, мне кажется, как только аппарат этот появится у вас дома, обязательно сразу появится очередь на его использование. Ну, как минимум, первый раз это 100%. Поэтому мы рекомендуем вам увлекательную игру под названием «Быстрая генеральная уборка дуга». Ну, а в этом вам поможет сегодняшний наш аппарат – очиститель для стекол от компании «Роуз». Давай, я закончил свое дело. Как мне, я закончил уже чуть-чуть. Мокрое дело практически, да, становится сухим. Зеркала и стекла в вашем доме блестят. Ну, а мы подводим итоги сегодняшнего нашего предложения специально для вас и теста, скажем так, да. Сегодня мы с вами убедились в том, что сделать ваш дом чистым, свежим и сеющим можно довольно быстро и не предлагая много усилий. Windows Magic от Робус идеально справится с очисткой зеркал, душевых кабин, плитки, автомобиля и других плоских, непористых поверхностей. Вы можете использовать Magic, Windows Magic от Робус как в помещении, так и на улице. Даже для ежедневной очистки конденсата, которая в холодные месяцы ежедневно скапливается на окнах. Звоните по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. И универсальный, легкий, компактный, беспроводной чиститель стекол Windows Magic от Робус станет вашим сегодня, только сегодня всего лишь за 499 леев. Зрители телемагазина получают скидку 58%. Принимайте решение скорее. Действие акции ограничено. Да, у нас в телемагазине всегда витает волшебство, потому что данное устройство стоило 1199 леев. Сегодня вы получаете скидку 58% и можете его купить за 499 леев. Звоните по номеру телефона, который вы видели на экранах. И, конечно же, дозвонитесь до операторов, которые вам помогут уже правильным образом оформить заявку и получить данное устройство. Мы вам желаем чистейших окон и дверей. И, конечно же, чтобы вы могли наслаждаться своим отражением в зеркале без каких-то пятен и разводов. Ну и движемся дальше, дорогие друзья. Не прощаемся. Оставайтесь с программой телемагазин. Ну а прямо сейчас перейдем к следующей новости. Если вы устали ежедневно вставать утром и ехать на работу в офис, настало время перевернуть свою жизнь с ног на голову. И вот недавно в сети появилось объявление о вакансии, о котором многие не могли бы даже мечтать. Сыскателям предлагают переехать на остров в большом барьерном рифе и заботиться об участке земли посреди океана. Работа мечты находится в Австралии, всего в 16 километрах от Квинсленда. Кандидат должен быть готов проживать на острове, развивать там туризм, заботиться о защите местной и дикой флоры и, конечно же, фауны. Если вы уже решили заполнить все резюме и собирать чемоданы, остановитесь на секунду и подумайте о минусах. Так, среди минусов. Смотритель сможет использовать только определенное количество электричества и воды, участвовать во всех работах по обслуживанию зданий и инфраструктуры острова. В обязанности входит также сотрудничество с туроператорами и обслуживание канализованных систем, уход за растениями и подсчет популяции птиц. Заявки можно подавать до 25 сентября включительно. А вот зарплате, которую будут получать смотрители острова, пока ничего неизвестно. Поэтому кто? Вы еще и зарплату хотите за такую? Здрасте. Конечно, хотим. Определенное количество света, определенное количество воды. С пальмами, с белым песочком. Ну, хорошо, сколько мы там проживем. Сколько мы там проживем. Сколько мы там проживем рыбы вокруг. Что еще надо? Ну, не Робинзон же, Круза же мы все-таки как-нибудь. Ну, а если от этого райского острова все-таки придется отчалить? На какие деньги билет купил? Будут вопросы и проблемы. Ну, от теплого климата мы перейдем в прохладную Австрию. И ледяной человек из Австрии, Йозеф Кеберл, побил свой собственный рекорд по нахождению подо льдом. В специальной ледяной камере, практически без одежды, мужчина провел 2 часа 30 минут и 52 секунды. О том, что рекордсмен сделал сразу после завершения своей непростой миссии, вы узнаете прямо сейчас из нашего сюжета. Йозефу 43 года, и он работает в госорганах. Но при этом тысячи людей со всего мира знают мужчину еще как и успешного спортсмена. В прошлом году Кеберл побил рекорд своего китайского коллеги, который считался человеком, способным дольше всех в мире находиться в физическом контакте со льдом. А теперь Йозеф побил и свой собственный рекорд. Проследить за его достижениями могли все желающие. Ледяную камеру, в которой сидел спортсмен, установили на центральной площади города Мельк. Мужчину поддерживали десятки людей. Собственный рекорд Йозеф побил через 2 часа 30 минут и 52 секунды. Я не думал, что у меня получится. Я был там так долго, но время пролетало довольно быстро. Я даже не могу поверить. В первый раз спортсмену удалось продержаться подо льдом 2 часа 8 минут и 24 секунды. Свой новый рекорд мужчина называет акцией, которая должна напомнить людям о климатическом кризисе и таянии ледников. Побить свое собственное достижение оказалось не так просто, как казалось сначала. В конце концов, мне пришлось сосредоточиться. Через 2 часа 30 минут давление немного упало и было очень-очень холодно. Многие из тех, кто наблюдал за установлением нового рекорда, догадали, что же сделает мужчина сразу после того, как выйдет из своего ледяного плена. В это очень трудно поверить, но Йозеф попросил мороженое и тут же его съел. Останавливаться на достигнутом австрийец не намерен. Теперь он готовится побить мировой рекорд по плаванию в воде и температурой ниже нуля. Йозеф говорит, что, возможно, он решится на это в следующей весной. Вот такой удивительный человек. Ну, а мы хотим вам пожелать стремиться к своим, но более, наверное, безопасным все-таки рекордам. И пусть они будут преодолены вами и вашими близкими. Ну, мы же вернули вам рекордного, красивого, счастливого дня. В продолжении оставайтесь с программой «Телемагазин». Увидимся уже завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok